Это кадры протестов во Франции. Здесь после первого тура парламентских выборов лидирует партия Марин Ле Пен. Кроме того, сегодня в выпуске. В Алтайском крае автобус врезался в остановку с людьми, а в Кемеровской области угольная буря. Новости в воздухе. Новая погибла 4-летняя девочка. Она находилась в машине вместе с семьей, матерью, отцом и бабушкой с дедом. От полученных ран она скончалась на месте. Остальные члены семьи получили ранения разной степени. Кроме того, из-за, как говорят власти, внешнего воздействия на энергообъект в Белгороде и области с самого утра нет света. РИА Новости публикуют видео из города, на котором видно, что не работает ни один светофор. Электричества нет даже в далеких от Белгорода, Старом Осколе и Черниках. Тем временем жители Гроворонского района опубликовали видеообращение к Путину и Белоусову. В нем они просят о помощи. Авторы видео говорят, что никто не может их защитить, а тем, кто выехал, не помогают с жильем. В периодические моменты массированных атак городской округ не могут доставить продовольствие и лекарства. Как трудиться в таких условиях? Как законом может устанавливаться выплата в 10 тысяч рублей единоразово, при том, что массированные ежедневные встрелы длятся уже более года? Кстати, по подсчетам телеграм-канала Астра, за последние 4 дня российские военные уронили на Белгородскую область 9 авиабомб и одну ракету Р-77. Всего за минувшую ночь Минобороны отчитались о 36 сбитых беспилотниках. Помимо Белгородской, дроны атаковали Брянскую и Курскую области. А утром два дрона ударили по войсковой части в Тверской области. Все та же Астра пишет, что речь идет о части в городе Торопец. Оба беспилотника взорвались на ее территории. Возник пожар. О пострадавших неизвестно. Ранее эту же войсковую часть атаковали 5 мая. Российская армия нанесла очередные удары по Украине. Это кадры из Харькова. Здесь накануне вечером был атакован терминал Новой Почты. Ранения получили 9 человек. Еще один человек погиб. 7 человек пострадали в результате ночного обстрела Днепра. Об этом пишет глава местной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, удар нанесли баллистическими ракетами. Пострадали 7 человек, в том числе 15-летний подросток. В Киеве в результате падения обломков сбитой российской ракеты поврежден многоэтажный жилой дом. 6 человек пострадали, в том числе девочка 11 лет. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, все пострадавшие с острой реакцией на стресс. В Донецкой области российские военные сбросили авиабомбу на жилой дом в поселке Цукурино. По данным областной прокуратуры, ранены 6 человек, в том числе ребенок. Всего за прошедшие сутки, не считая оккупированных территорий, в Донецкой области от обстрелов погибли 4 человека. Еще 20 ранены. Об этом сообщили в областной военной администрации. В Бийске Алтайского края автобус влетел в остановку с людьми. Пассажирский автобус следовал по маршруту Бийск-Усть-Катунь, но столкнулся с грузовиком. От удара паспорт оранил остановочный павильон и затем съехал в Кювет. Об этом сообщает МЧС Алтайского края в своем телеграм-канале. На остановке находился мужчина и 17-летняя девушка. Их госпитализировали с различными травмами. В автобусе было 5 пассажиров. Среди них никто не пострадал. В Кемеровской области тоже ЧП, правда, природного характера. Здесь, в городе Киселевск, началась угольная буря. Видео бури опубликовала журналистка Наталья Зубкова. Она же пояснила, что это происходит потому, что уголь в Киселевске добывают на разрезах открытым способом. Из-за этого при ветре угольная пыль поднимается в воздух. Несколько лет назад Зубкова уже показывала в посвященном ей фильме снежную горку, выкрашенную белой краской, чтобы замаскировать черный из-за угля снег. Неоднократные экологические протесты местных жителей ни к чему не привели. Сама Зубкова после многократных угроз властей была вынуждена эмигрировать. Партия Марин Липен, национальное объединение, победила в первом туре парламентских выборов во Франции. Партия президента Макрона лишь на третьем месте. Из-за результатов голосования сотни человек вышли ночью на уличные протесты. В частности, в Париже на площади республики, по данным Фигаро, собралось около 8 тысяч человек. Демонстранты скандировали «Париж против фашизма», а представители лево-радикального движения «Блэк Блок» били в витрины кафе и поджигали мусорные баки. Явка была рекордно высокой за последние 40 лет и составила 67,5%. Марин Липен уже заявила, что ее партия претендует на пост премьера. В случае победы им станет 28-летний Жордан Барделла. Национальное объединение может получить от 240 до 310 мест во втором туре выборов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», подчеркивая, что за неделю до второго тура многое еще может измениться. Главный вопрос теперь – возьмет ли абсолютное большинство национальное объединение. Для его получения партии необходимо 289 мест. Второй тур выборов в Нижнюю палату парламента пройдет 7 июля. Москва приближается к рекорду по жаре за почти 100 лет. Как ожидают синоптики, в ближайшие три дня с 1 по 3 июля в городе ожидается жара плюс 33 градуса. Эта температура станет самой высокой за последние 90 лет. А в очереди на Крымском мосту по состоянию на 10 утра по Москве скопилось более тысячи машин. Об этом сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией по мосту. Уточняется, что со стороны Керчи стоит 60 транспортных средств. Пробки на Крымском мосту стали регулярными. Несмотря на обстрелы Крыма, россияне едут на оккупированный полуостров. Пик по количеству авто на мосту был накануне днем. Тогда в очереди находилось более 1100 машин. Министр транспорта оккупированного Крыма тогда заявил, что для устранения затора на мосту откроют дополнительные посты досмотра. Рэпер Канью Уэст, он же просто Е, улетел из Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ. Также в телеграм-канале показали фото посадочного талона на имя Уэста на рейс Турки Шерлайн Стамбул, который вылетел в ночь на 1 июля. Утверждается, что после пересадки в Стамбуле Е отправится в Берлин. О том, что рэпер находился в Москве, 30 июля писали российские СМИ. Как сообщалось, он приезжал на день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда «Уличной одежды Изи», который принадлежит рэперу. Рубчинскому 29 июня исполнилось 40 лет. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие интересные видео, которые прямо сейчас появляются где-то вокруг меня. Вечером, конечно же, смотрите программу «Воздух». Берегите себя от сильного солнца, от угольных бурь и от других потрясений и стихийных бедствий. Все обязательно будет хорошо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова